А внутри, кстати, есть эта самая панелька с секретными цифрами, смотрите, вот она. Это второй Мьюзикмен в текстурах. Баскетбол с Баллорой, это что вообще такое? Почему тут диско-шар? Разработчики не доделали боулинг, смотрите. Тут было какое-то колесо фортуны. Привет! Мы продолжаем взламывать ФНАФ Хеллплотт 2. И в этой серии мы найдем нереально крутой секрет, который спрятали в текстурах от нас разработчики игры. Это будет нереально круто, поэтому скорее ставь свой лайк, если ты ждал взлом ФНАФа. Это канал ФНАФ Плей, а я Голден Фредди. Сразу погнали взламывать! Надеюсь, вы готовы продолжать взлом ФНАФ Хеллплотт 2. И мы сегодня продолжим взламывать. И начнем мы с аркад. Я думаю, что можно залететь в уровень Бонкабон. Единственное, я не смогу в него играть. Но мы хотя бы посмотрим, как он сделан, из чего он состоит. И в принципе, как бы мне что-то кнопочку нажать, нажал. Все отлично. Очень неудобно, как я говорил, записывать взломы. Так, давайте, во-первых, во-первых, мы уже здесь все видим и полетаем. Посмотрим, как этот уровень выглядит, в принципе. Слушайте, ну прикольно, прикольно. Вот здесь вот, кстати, можно увидеть эти картинки зайчиков Бонни, которых мы не могли видеть на этом уровне, естественно. Потому что, а как бы мы это увидели все. Так, под уровнем у нас, кстати, нет ничего. Смотрите. Ничего нет. Но я могу, в принципе, попробовать запустить этот уровень и посмотреть, как будет вылезать зайца. Это, кстати, довольно интересно. Давайте залезем внутрь и посмотрим, есть ли там Бонни вообще. А внутри, кстати, есть та самая панелька с секретными цифрами. Смотрите, вот она. Офигеть. Это та самая панелька, где мы вводим секретный код, когда появляется у нас маленький глич-траф. Слушайте, проводов там, сколько всякие микросхемы. Офигеть. Все проработано на самом-то деле. Но вот этих картинок мы не видели. Так, что есть игровые автоматы всякие разные. В целом, обычные из Хелпонта, да? Даже не из Хелпонта, а, наверное, из ФНАФ 9. Эти игровые автоматы. Здесь у нас вообще просто темнота. И есть, блин, баскетбол с Баллорой. Это что вообще такое? Почему тут диско-шар? Что за фигня? Как это вообще работает? Баллора звезда баскетбола. Я вообще не ожидал. Так, тут какая-то вообще курица нарисована. Странная игра, которая не особо относится к аниматроникам. Пиратская пицца. Какая-то еда, медовуха и мистический мангл. Мистическая мангл, да. В общем-то, есть здесь дверь. За дверью, естественно, ничего у нас нет. Маленькая комнатка, небольшая. И, соответственно, можно посмотреть, как будет вылезать Бонни. Я предлагаю сейчас попробовать всё-таки это всё дело запустить. Получится у меня или нет, я не знаю. Надо всего лишь вдарить по кнопке. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. Где мой джойстик? Итак. Эй, джойстик, хорошо. Я нажал. Я нажал сейчас, а они начнут вылезать. Я попробую поставить на паузу игру. И посмотреть, как это будет выглядеть. Так, во-первых, кто-нибудь сейчас вылезет? Пожалуйста. Так, вылез Хелпи. Давайте посмотрим на него. Он, в принципе, вылез. В принципе, вот он. Обычный Хелпик. У него, кстати, нет ног. Если вы можете заметить. В игре, конечно, это не видно. Но у него, как бы, есть жопа. Но нету ног. Интересно, это всё сделано. Также, кстати, все остальные аниматроники, которые вылезают, их заранее здесь нет. То есть, это довольно интересно. Попробую сейчас включить обратно. Вот он, Хелпи. Вылезли Бонни. Ну, ладно, подожди. Ладно, у Бонбона нет ног. А Хелпи-то какого фига? У него ноги оторвали. Обидно как-то. Вот она, Бонет, соответственно, да? Короче, зайцы у нас тусят по полной программе. В принципе, Бонбон и Бонет практически одинаковые. Я думаю, что их просто перекрасили. А так, смотрите, у них, в принципе, всё прям одинаковое. Хотя, наверное, так и должно быть. В общем-то, бить я их не буду, потому что смысла нет. Давайте посмотрим, как они будут исчезать обратно в свои трубы. Но это, мне кажется, будет тоже не особо видно. Сейчас посмотрим. Вот, допустим, вот так вот примерно, да? Они очень... Они прям мгновенно улетают куда-то под пол. Ну, давайте я вот даже покажу вам сейчас. Смотрите, вот это вид сверху. Точнее, вид снизу вверх. Ну-ка. Да, они как будто бы куда-то испаряются. Я даже не могу их поподловить, видите? Офигеть. Настолько... Настолько быстро это всё происходит, ребят. Ха-ха. Не, ну это жесть. Это очень быстро. Это очень быстро, ребят. Поэтому ничего не могу сказать, но... Прикольный уровень. Прикольный уровень. В целом, вот они вот так вот появляются. Естественно, бить я их не могу, но их очень много. Их очень много. Время сейчас выйдет, и, естественно, меня убьёт кто? По-моему, меня убьёт эта, как она... Плюшбэйби. Если я ничего не путаю. Давайте посмотрим, где она меня убьёт, в каком месте. Она меня убьёт вообще? Нет. А, да, вон мой скример. Точнее, не мой скример, а скример Плюшбэйби. Да, она была за этим экраном. Ну, нафигово, что нельзя ставить паузу на скримерах. Это, конечно, не очень-то удобно. Ладно, возвращаемся в хаб. И возвращаемся в хаб. И попробуем выбрать другой уровень из той же телеги, из той же фэскейда. Вот это, мне кажется, будет очень интересно. Уровень с мюзикменом. Это будет просто эпичность. Потому что этот уровень мы видели. Но теперь мы увидим его получше. Я пока что не буду нажимать на старт. Потому что я хочу сначала пролетать по всем локациям. Посмотреть, что там вообще находится. Итак, начнём мы с нашей точки, где мы появляемся. И сразу залетаем в соседнюю комнату. Здесь у нас сидит Фредди одинокий. Куча картинок наших аниматроников. И изнутри, конечно, комната недоделана. Но это понятно, потому что мы всё равно сюда попасть не можем. Есть дверь, за которую у нас, естественно, ничего особо и нет. Тут у нас стоит столик. Здесь у нас есть вверху комната и снизу. Даже есть второй этаж, ну, типа второй этаж, как бы, но это первые. Это просто высокие потолки. Да, здесь у нас сидит, по-моему, тоже Фредди. Одинаковые абсолютно комнаты. То есть разработчики особо не заморачивались. Это три абсолютно одинаковые комнаты с одним и тем же Фредди внутри. Всё идентичное. Вот как выглядит наш этот диджейский пульс со стороны. Ну, в принципе, не особо, конечно, проработан, но да ладно. Ну и самое интересное. Ради чего мы здесь, собственно, собрались? Ради того, чтобы посмотреть на Мьюзикмена. Вот он сидит в темноте. Какого-то фига. А вот мы видим его полностью. Сидит, отдыхает. Ты посмотри. Гигантская жопа. Можно даже у него залететь. Внутрь Мьюзикмена и внутрь его башки. Офигеть. Вот это зубы. Вот это все 32 норма. Я офигею. Мне кажется, вот, в принципе, если ты будешь зубы чистить каждый день, у тебя такие же останутся. Только не грязные, как у Мьюзикмена. Ну, хотя бы целые. Уже хорошо. Короче, можно представить, что меня сажал Мьюзикмен. И, конечно, неприятно, неприятно находиться в его голове. Глаза, как у него выглядят глаза. У него, кстати, тоже такие прикольные. Смотрите. Офигеть. Короче, полазили мы в Мьюзикмене. Выглядит забавно вся эта локация. И тут, смотрите, какие-то руки Мьюзикмена. Что это за фигня? Это что вообще? О! В смысле, два Мьюзикмена? Ребят, два Мьюзикмена, если что, шок-контент. Это второй Мьюзикмен в текстурах. Офигеть. Но почему-то... Почему-то... Вон первый, а вот второй. А вон первый. А почему два Мьюзикмена? Я не понял. Что за прикол? Типа он ещё в каком-то шаре чёрном сидит. У него ещё, кстати, знаешь, люк на спине, как будто туда можно залезть, как в танк. Ха, прикольно. Так, ну хотя бы не три Мьюзикмена, уже хорошо. У нас уже, знаешь, из разряда несколько хелпи. Вот у нас, пожалуйста, два Мьюзикмена. Ну, смотрите, если мы сейчас его начнём запускать, будет ли двигаться второй Мьюзикмен. Мне в любом случае надо вернуться назад и нажать на кнопку. Сейчас мы с вами будем всё это смотреть. Итак, поехали. Кнопка. Кнопка очень далеко, кстати. Я успел. Я смог нажать и дотянулся. Или как, конечно же. Так, смотрим, Мьюзикмена. Я сейчас полетаю немножко. Полетать надо, ё-моё. Вот. Здорово! Вот это да! Блин, можно поставить, кстати, на паузу. Посмотрите, он получше. Вот эти глаза, конечно, они прям вообще... Там у него небо какое-то внутри, смотрите. В глазах у него какой-то, типа, картинка, текстура неба. Это очень странная, на самом деле, фигня. Почему? Так, что делает Мьюзикмен под землёй? А он сидит просто, он не двигается вообще. Ну вот, пожалуйста, мы можем посмотреть на Мьюзикмена сзади, как он себя будет вести. Что он будет делать, смотрите. Офигеть! Офигеть! Ну, слушайте, это прикольно выглядит, на самом-то деле, да? Всякие лазеры, у него наушники двигаются, смотрите. Офигеть! Так, и он, типа, танцует. Ну, это флекс Мьюзикмен. А подземный Мьюзикмен ничего не делает, да? Давайте на него посмотрим сейчас. Где он там сидит? Вот он. А он стоит на месте, он просто ничего не делает. А вон тот флексит. Мьюзикмен чисто на флексе, на движухе. Офигеть! Стоит, короче, тверкой, жопой. Ему вообще норм. Вот эти, кстати, лазеры, они берутся из ниоткуда, смотрите. Просто из ниоткуда лазеры. Не пойми, откуда они вообще берутся. Это очень странно. Так, ну вот даже сверху вот эти тоже лазеры, видите, просто. Две точки, из них светятся лазеры. Ну, прикольно всё равно, да? Хоть и не доработано, как бы, ну а чё? Это же детали такие, их как бы особо и не видно. И поэтому, чё их дорабатывать, смысла как бы не вижу. О, смотри, гипнотизирует меня Мьюзикмен просто. Офигеть! Но у меня там всё равно вот эта картинка неба странная. Можно вот потанцевать у него в заднице, если честно. Прикольно, прикольно. Не, на самом деле, вот этот уровень, на самом деле, прикольно осматривает со стороны. Потому что Мьюзикмен большой, и он нас как-то убил. Или у нас просто вышло время, или был скример, я так и не понял, на самом деле. Походу, всё-таки был скример. Ну ладно. Посмотрели мы, посмотрели мы на эту дичь. Мне понравилось. Мне понравилось. Я думаю, что у нас есть время посреди на ещё один уровень. Это, опять же, аркады. И это боулинг Бонни. Это будет интересно. Потому что уровень с боулингом довольно большой. А мы там стоим на месте и особо ничего и не видим. Но Мьюзикмен мне тоже понравился. А вот и уровень с боулингом. Давайте мы его запустим. Мы его запустим, но кидать шары мы не будем. Мы сейчас будем, соответственно, летать по этой локации и осматривать её полностью. Тут у нас сидят наши пацаны. Здорово, наши крыша. У них, кстати, пицца есть. Очень даже вкусная. Всем, кстати, приятного аппетита и лайк, кто любит пиццу. Ставьте срочно. У каждого газировочка. Почти у каждого. У нас, короче, обувь. Для гольфа. Для гольфа, ага. Для боулинга. Сейчас я все игры соберу. Кстати, шары у нас тоже такие, значит, с рисунками. Есть с Чикой шар, есть с Монти, есть шар с Фредди и шар с Бонни. Смотрите. Вот это, кстати, прикольная деталька. На самом деле, у Бонни есть свой официальный шар. Это круто. Хорошо. Я, так как не играю, время-то, в принципе, и не идёт. Есть у нас также дверь, за которой ничего нет. Текст. Тут должен быть текст. Но, видимо, разработчики его не написали. Вот как выглядит страшная башка, ребят, смотрите-ка. Это реально эндоскелет. То есть, там внутри есть эндоскелет. И каждая кегля, друзья, она подписана. Каждая кегля даёт какие-то очки. Это прикольно. И эти цифры как бы не видно в самой игре. Но их видно, если взломать игру. Класс, класс. Кегли, кстати, попадают в стену и всё. И куда-то улетают. У нас внизу есть что-то. Внизу у нас, кстати, машина с шарами какого-то фига. Аниматроников я нигде пока что не вижу. Их даже под текстурами нет. Хотя... Ой! Это... 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 Это что такое? Ребята, я нашёл секретку. Оказывается, разработчики не доделали боулинг. Смотрите. Тут было какое-то колесо фортуны с... Секретное. С монти. С зелёным шаром. С каким-то перевёрнутым чуваком. И солнцелунный аниматроник чёрно-белый. Смотрите. Это шэдоу солнца и луна. Шэдоу мундроп. Офигеть. А вот это уже очень даже интересно. Кстати, шапка мундропа висит в воздухе. Не знаю, что он тут делает, но она висит в воздухе. Это тоже очень странно. Также есть у нас несколько вентиляций. Я думал, что она всего одна. Вот здесь из неё падает плюшбэби. Но их несколько. Но вот это колесо, это, друзья, просто офигеть. Почему разработчики не доделали игру? То есть, по идее, боулинг должен быть намного интереснее. И должно было появляться вот это колесо. Которое показывало нам какие-то челленджи. Либо это связано с шаром. Зелёный шар. Даже не знаю, что может быть в мощной монте. И... Это прикольно. Это реально прикольная идея. Была бы, если бы она была реализована в этом боулинге. Потому что боулинг сам по себе, как мне, показался скучный. Не знаю, как тебе. Но мне показалось, как будто в игре что-то не хватает в этой мини-игре. И вот как раз-таки этого колеса реально не хватало. Слушайте, разработчики. Я не знаю. Может, если выйдет обновление. Вы добавите и вернёте это колесо обратно. Оно на цепи везде. То есть, оно должно было спускаться сверху к нам. И мы должны были его крутить. И выбирать какой-то челлендж. Жалко, что, конечно, всего 4 челленджа на выбор. Но это хоть что-то, друзья. Да, согласитесь? Короче, ребят, давайте залайкаем этот видос, чтобы разработчики увидели и вернули это офигительное секретное колесо. Так, я попробую вот эту текстурку удалить сейчас, чтобы она не мешалась. Хочу посмотреть на колесо получше. Просто там есть текстурка одна. Есть! Я это сделал, друзья. Зацените! Вот как это выглядит! Вот как это должно быть! Слушайте, вот это очень круто! Это очень круто! Это какое-то нереальное колесо, которое находится за текстурами, ребят. За эту находку, я думаю, что надо загрузить побольше лайков, потому что это реально круто. Такого, мне кажется, никто не ожидал найти. И вот перевернутый человечек. То есть, получается, сама карта, сама локация должна была перевернуться. Либо на нас должен напасть шедоу Сандроп Мундроп или кто это? Сандроп Мундропович, короче. Либо у нас должны быть какие-то зеленые жесткие шары, и либо на нас нападает Монти. Офигеть, ребят, вот этого я не ожидал. Секретное колесо боулинга. Слушайте. Но это очень круто! Я думаю, что такая находка определенно заслуживает вашего лайка. И пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Как вы думаете, зачем нужно было это колесо? Что бы оно делало и как бы оно работало? Мне кажется, это какие-то мини-челленджи, что ли, я не знаю. Но выглядит реально интересно. Выглядит реально интересно? Хорошо. Я могу вообще проиграть или не могу здесь? Я, наверное, не могу здесь проиграть, поэтому... Мы, наверное, просто ливнем с этого уровня. Так, хорошо. Как-то надо... Ой, ну колесо. Колесо прикольное. Я ничего не могу сказать. Это реально круто. Так, как-то надо ливнуть с уровня. Наверное, вот так. И, в принципе, на этом можно серию закончить. Ребят, было круто. Было круто. Надеюсь, ролик тебе понравился. Мы действительно нашли секретное колесо, которого не было в игре, которое мы не видели. Это реально очень круто. Поэтому надеюсь, что в следующих сериях мы найдем и другие интересные секреты в текстурах. Поэтому ставьте лайки, ждите новых взломов. Как мне кажется, эта серия взломов оказалась реально интересной. Потому что мы нашли какое-то секретное колесо, которое спрятали в текстурах разработчики. И это нереально интересная и круто. Надеюсь, в следующих сериях мы найдем еще больше новых секретов. Поэтому скорее ставь лайк, чтобы следующее вышло как можно скорее. Это Карафнофлей. И все удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok